Всем привет, вы на канале Сергей Гончаренко и в данном видеоролике хотелось бы поговорить о двух вот этих вот замечательных смартфонах Xiaomi Mi 8 Lite и Xiaomi Redmi Note 7 В этом видео мы сделаем сравнение этих двух смартфонов У меня есть очень большой опыт использования вот этого Mi 8 Lite больше полугода и около месяца Redmi Note 7 Поэтому есть что сказать и мы сравним вот эти вот два смартфона Посмотрим чем они отличаются и я думаю исходя из этого видео вы сможете понять какой из них лучше или какой из них лучше будет именно для вас под ваши задачи Так как смартфоны по цене примерно идентичные, очень схожи по характеристикам Выбрать я думаю будет на данный момент не сильно легко и в каждом из них есть свои нюансы Поэтому давайте смотреть поближе что к чему и как Ну естественно первое чем отличается так это комплектом Он мало конечно чем отличается, но в Mi 8 Lite идет чехол В Mi 8 Lite идет адаптер под 3.5 мм джек, скрепка USB кабель USB Type-C и зарядное устройство 5 Вольт 2 Ампер Хотя смартфон поддерживает быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 3.0 Здесь Redmi Note 7 мы получаем тоже такой же чехол Здесь мы получаем зарядное устройство USB Type-C кабель Зарядное устройство 5 Вольт 2 Ампера Хотя смартфон поддерживает зарядку Qualcomm Quick Charge 2.0.3.0 и 4.0 в том числе Или 4 Plus как говорится и разница в чехлах в принципе здесь никакой нет Это идентичные чехлы, но большая разница в особенности Если в Mi 8 Lite чехол полностью прикрывает камеру и страхует ее от царапин То это хорошо То в Redmi Note 7 чехол камеру не покрывает Камера сильно выступает из-за чехла Поэтому позаботьтесь о том, что вам нужно будет купить чехол Вот такой чехол в принципе он простой вроде бы как неплохой Тонкий и интересный Но он лишь на первое время Поэтому позаботьтесь в первый же месяц пользования Купить себе чехол Ну и по возможности если нужно защитное стекло Корпус и материалы В обоих смартфонах используется стекло А вот второй компонент это пластик или же металл В Mi 8 Lite это металл В Redmi Note 7 пластик Стекло спереди, стекло сзади в обоих смартфонах А пластиковая рама в Redmi Note 7 И металлическая рама в Mi 8 Lite Первое, что я хочу сказать, что по ощущениям Это никак не ощущается, не отображается на самом смартфоне Когда вы берете в руки, трогаете его Держите в руке, вы не поймете Где находится пластик, где находится стекло Причем нет, я по собственному ощущению не скажу Что где-то видно, что это металл Где-то видно, что стекло где-то лучше или хуже Это абсолютно никак не ощущается И даже если вам кто-то будет говорить Что это действительно ощущается Нет, это неправда Потому что я давал многим своим знакомым оба смартфона И никто не мог сказать в действительности Где находится металл Исключением будет разве что тот случай Если вы с холода занесете смартфон в теплое помещение И когда берешь в руку, металл естественно будет холодить руку Ну вот здесь вот будет такая вот разница Больше нюансов нет и разницы вы никак не заметите По крайней мере все, кто держал в руках данный смартфон Никто не ответил правильно По сборке претензий абсолютно никаких нет Оба смартфона собраны хорошо Нигде не тарахтят ни кнопки, ни камера, ничего Никаких люфтов, скрипов нет По цвету смотрите Mi 8 Lite считается черным Redmi Note 7 считается черным Хотя Mi 8 Lite больше похож на серый Смотрите, здесь такой как бы перелив есть небольшой Redmi Note 7 полностью черный И здесь таких вот переливов в принципе нет Кому это большую роль может быть играет, нет Ну я скажу, все равно большинство будет носить в чехле Поэтому мне это не так страшно Расцветки естественно бывают разные Бывают синий и здесь и здесь Бывают красный и здесь и здесь Естественно они будут веселее Но так как я смартфоны брал для себя В личное использование я брал чисто черные Поэтому выбрал именно такой цвет Теперь давайте посмотрим на разъемы Потому что здесь есть действительно отличия Если в Mi 8 Lite у нас расположен только один микрофон На верхней грани То Redmi Note 7 мы видим инфракрасный порт 3,5 мм джек и дополнительный микрофон Вот здесь большие колоссальные отличия В Mi 8 Lite у нас выпилили практически все Кроме разъема USB Type-C Здесь у нас еще остались 3,5 мм джек Поэтому те кто любят использовать старые наушники проводные Пожалуйста, для вас все это есть Ну и инфракрасный порт для управления техникой Здесь он опять есть и здесь он опять работает Клево, классно, зачет Type-C в обоих смартфонах Решетка для микрофона и динамика Здесь все идентично Дальше если посмотреть на левую грань У нас лотки под сим-карты Здесь комбинированные лотки Можно установить либо две сим-карты Либо одну сим-карту и карту памяти Здесь в принципе отличий нет Но в самом лотке есть точно так же отличие На Redmi Note 7 есть прорезиновая вставка На самом лотке, что означает Смартфон защищен от брызг От воды Ну вот именно от брызг Если посмотреть презентацию Xiaomi Их заявление, то они говорят Что смартфон защищен от брызг А именно получается Что он будет защищен от небольшого дождя В воду окунать его конечно же нельзя Он водопроницаемый Точнее влагопроницаемый Если будет сказать правильно Но от небольших брызг Капель смартфон будет защищен Значительное отличие есть в дисплее Точнее больше наверное все таки В внешнем виде Разрешение дисплея здесь примерно одно и то же Но в Mi 8 Lite как видите есть небольшая бровь А вот Redmi Note 7 есть каплевидный вырез Размер дисплея здесь у нас 6,3 дюйма Здесь 6,26 дюймов Особых отличий нет В целом дисплей и там и там хорош Но калибровка у них все таки разная И камера не совсем правильно передает цветовой баланс Цветопередачу Но хочу сказать что в Mi 8 Lite Немножечко уходит в зеленые цвета В Redmi Note 7 более в розовые цвета По глазу, по ощущениям Мне наверное все таки нравится больше теплые цвета И Redmi Note 7 с этой стороны как бы у меня вызывает больше симпатии Опять таки скажу что это только у меня так А у вас наоборот могут быть совсем другие впечатления Кому-то больше нравятся холодные оттенки Которые уходят в синий или в зеленый Нежели у меня в красный, желтый или оранжевый Если говорить по яркости То здесь они примерно на одном уровне Сейчас установлена максимальная яркость И на всех примерах точно так же в обоих смартфонах Установлена максимальная яркость По работе, по ощущениям в помещении В темном помещении, в светлом помещении На улице и на ярком солнце Ведут себя примерно идентично И какого-либо дискомфорта не ощущаешь За исключением очень яркого яркого солнца Там конечно ходится как всегда поярче Но это нюансы от всех дисплеев Даже AMOLED не в силах бороться с таким солнечным светом Следующее отличие это индикаторы событий и уведомлений Если в Mi 8 Lite он находится вверху в привычном месте То Redmi Note 7 он находится внизу И во множестве смартфонов новых Вот Xiaomi часто сейчас устанавливают вниз Все это вниз индикаторы Все это связано с тем, что по минимуму убирают бровь По минимуму убирают рамки И как вы видите в данном смартфоне В Redmi Note 7 рамка вверху значительно меньше Чем рамка внизу Естественно сюда уже просто его невозможно было куда-то установить Хотя иногда умудряются устанавливать Железо Здесь говорить конечно же не приходится много Потому что это по железу идентичные смартфоны В обоих моделях установлен процессор Snapdragon 660 И графический ускоритель Adreno 512 В Antutu как вы видите он набирает от 140 тысяч баллов Разница 1, 1,5-2 тысячи может быть Причем каждый раз может быть в разную сторону Здесь нет явного фаворита Потому что действительно железо здесь идентичное Варианты по памяти Redmi Note 7 Бывает память 3.32, 4.64, 4.128 Это же здесь обе версии у меня глобальные Поэтому максимум 4.128 Моя версия 4.64 Что же касается Mi 8 Lite То есть версия 6.64 и 6.128 У меня версия 6.128 В целом по производительности пару слов Она отличная 660 Snapdragon уже изучен вдоль и в поперек Xiaomi устанавливает на множестве своих смартфонов Он уже не первый год используется и в других смартфонах Поэтому надежный проверенный и производительный чип Если говорить о игрушках То, к примеру, те же самые популярные танки World of Tanks Смартфон набирает на высоких настройках Практически на максимальных 40-50 фпс Это замечательно Просто-напросто Практически максимальные настройки Он набирает 40-50 фпс Это играбельно Причем играбельно Это не 5, не 10 минут А час и два Если говорить о PUBG Mobile То здесь можно выставить высокие Не максимальные, не ультра настройки А высокие И опять-таки это вполне играбельно И опять-таки это не 5, не 10 минут А час и два Можно вполне адекватно играть на данном смартфоне Если говорить с игры наподобие Asphalt 8, 9 То здесь все на максималках И абсолютно никаких претензий Играем по максимуму И большинство игр точно так же работает на максимальных настройках Что же говорить о троттлинге И здесь, ну не знаю, угадать тяжело Один раз смартфон показывает 15% троттлинг Второй раз он показывает 30% троттлинг Поэтому в среднем я назову цифру 20-30% И троттлинга смартфон в целом Когда нагревается до 43 градусов Он начинает сбрасывать частоты И при этом не перегревается А опять-таки в игрушках Этого абсолютно никак не чувствуешь Поэтому хочется сказать, что производительности для игрушек Хватает более чем Если не игры, то здесь вообще честно придраться не к чему Все работает Видео, соцсети, инстаграмы, вконтакте, переписки, ютубы Это без проблем Смартфон работает на ура То есть производительности хватает По программной части здесь вообще все идентично Я так скажу На данный момент любой из смартфонов, когда вы возьмете У вас будет последнее обновление установлено Девятый Android и здесь, и здесь Без разницы какой смартфон На сейчас это апрель 2019 года У нас на Mi 8 10.2 глобальная На 10.2.2 На Note 7 10.2.7 Ну чуть-чуть свежее Просто-напросто сам смартфон немножко свежее Работает хорошо И здесь, и здесь все в принципе отлично Большой минус обоих смартфонов Это отсутствие NFC Да, это многих, конечно, отпугивает И меня, в частности, тоже Я очень привык и пользуюсь Mi 8 Там NFC есть, там NFC работает А вот NFC здесь действительно не хватает Если бы было NFC в одном из этих смартфонов Они были бы еще процентом на 200 востребований, чем сейчас Хотя сейчас они очень и очень популярные смартфоны Камера Следующее сравнение по камере Здесь будут, конечно же, отличия Например, Mi 8 Lite у нас установлена 12-мегапиксельная камера Один модуль 12-мегапикселей Второй модуль 5-мегапикселей Redmi Note 7 у нас установлен Один модуль 12-мегапикселей В скобочках хочу сказать 48 Так как нас здесь и предупреждают 48-мегапикселей Второй 5-мегапиксельный модуль Здесь у нас на Note 7 Самсунговский С5-каджи М1 и ССЛ То здесь у нас Sony IMX 363 И что я хочу сказать Если в глубокие подробности не вдаваться То камеры примерно идентичны Все зависит от ваших рук Больше в большинстве случаев Вот сцен Иногда немного впереди Mi 8 Иногда немного впереди Redmi Note 7 По поводу 48-мегапикселей Одни говорят Здесь действительно 48-мегапикселей Да, можно достать отсюда 48-мегапикселей Есть режим Pro Который отдельно включает 48-мегапикселей Тогда и фотография немножко больше весит Немного больше разрешений Сохраняется значительно дольше И действительно можно отсюда достать 48-мегапикселей Но опять-таки множество говорят Что это просто-напросто интерполяция Мое мнение Чисто мое мнение Они снимки сделанные на обычную камеру На 48-мегапикселей Ничем не отличаются Я не увидел там больше детализации Из-за большего разрешения Я не увидел никакой принципиальной разницы Если вам интересно Можете посмотреть Я снял небольшой ролик На моем втором канале Ссылка там в описании будет На сравнение камер обычной И 48-мегапикселей Я разницы не увидел Причем при значительном приближении Не без приближения Это идентичные снимки Только сохраняются дольше Это минус И весят больше Это минус Здесь в обоих смартфонах У нас присутствует И искусственный интеллект Который подбирает Выбирая сцены Но и чаще всего Последнее время Я ее выключаю Потому что он Мне как-то не очень нравится Есть HDR Авто HDR Это все хорошо работает Портретный режим Работает отлично Все примеры снимков Вы сейчас можете видеть У себя на экране По вспышке Как я и говорил Здесь одинарная Один светодиод Здесь двойной светодиод Ну и использовать как фонарик Конечно же предпочтительно Опять-таки Redmi Note 7 Здесь хороший фонарик будет Здесь слабенький Redmi Note 7 У нас есть возможность Снимать видео В Full HD 30 кадров в секунду В Full HD 60 кадров в секунду Если это Mi 8 Lite То есть возможность съемки 4K 30 кадров в секунду В Full HD 60 кадров в секунду В Full HD 30 кадров в секунду Mi 8 здесь предпочтительно На счет 4K Выглядит То дальше Остальные параметры Примерно на уровне Если использовать Full HD 30 FPS То качество Примерно идентичное Получается Если использовать 60 FPS Как бы Не знаю Как мне показалось Чуть-чуть стабильнее Видео получается На Mi 8 Lite Но более интересный Эффект 60 FPS на Redmi Note 7 Вот такие вот нюансы Если говорить о стабилизации Самое Я бы сказал 1080p 60 FPS Или 4K 30 FPS Стабилизация отсутствует И здесь И здесь Но здесь Естественно Только Full HD 60 FPS Она практически отсутствует И видео действительно Дерганное Но резкое И живое Благодаря 60 FPS Причем Мне как бы Больше нравится Настолько оно живое В Redmi Note 7 Не по качеству А именно По проявлению 60 FPS Если говорить О стабилизации То Мне стабилизация Значительно нравится Больше Mi 8 Lite Видео получается Намного стабильнее Стабилизатор Здесь программный И здесь И здесь Но Видео значительно Стабильнее Получается Mi 8 Lite Ну и Хочу сказать Если вам Очень важно 4K То устанавливайте Любые сторонние приложения И они будут У вас Снимать В 4K По поводу Фронтальной камеры Ну Во-первых Смотрите Смартфон Xiaomi Mi 8 Lite Выходил Изначально Как смартфон Селфи фон Больше В некоторой степени Камера фон Но больше Селфи фон Здесь Селфи камера 24 Мегапикселя А Redmi Note 7 12 Мегапикселей Что я хочу сказать Что Ну Почти Почти Идентичные снимки Мы получаем Если И рассматривать Попиксельно Увеличивать Кроп делать 100-200% Мы увидим Что разницы Практически Никакой Мы не увидим Опять-таки Все больше Зависит от Сцены От ваших рук Как велосъемка Но Вы знаете Очень схожи Камеры Но иногда Хочется дать Предпочтение Все же Mi 8 Lite Как бы Хочется верить В то Что здесь Не просто так 24 Мегапикселя Не просто так Он делался Как Селфи фон В фронтальной Камере У нас В режиме Селфи Присутствует И HDR И портрет И работают Они Мне нравятся Как И здесь И здесь Отлично Следующее Огромное Или колоссальное Отличие Это батарея И автономность Mi 8 Lite Оснащен батареей 3 350 мАч Redmi Note 7 4000 мАч К примеру Если это Mi 8 Lite То это Один день Активной работы Практически Одни сутки То есть С самого утра До позднего вечера 3 350 мАч И Mi 8 Lite Мне было достаточно Если говорить Это О Redmi Note 7 4000 мАч Легко Хватает На одни сутки И легко Хватает На полтора дня Ну то есть Один день Вы отбыли И еще на следующий день На полдня До 12 дня Вам хватит Вот этого вот Смартфона Ну я не знаю Может некоторые На два дня Сможет растянуть Но вполне Адекватно Один день И полтора дня Бывало Что у меня Получалось Действительно Здесь полтора дня Пару раз Такое Ну не то что Пару раз Бывало Не один раз Полтора дня А вот этот Выхаживал Два дня То есть Где-то Около Полудня У нас Запаса На Redmi Note 7 Есть Если говорить О работе Дисплея То здесь Mi 8 Lite Это от 5 до 7 часов Работы дисплея Redmi Note 7 8-9 часов Дисплея Хотя Бывали случаи Что и здесь У меня было Чуть больше Десяти часов Работы дисплея В обоих смартфонах Поддерживается Quick Charge 3.0 Note 7 4.0 Естественно Это проверить Никак невозможно Потому что В комплекте Идут блоки Зарядных устройств 5 Вольт 2 Ампера И в обоих смартфонах Достать блок Нормальный блок Зарядного С Quick Charge 4.0 Или 4+. Практически Невозможно Поэтому Этого проверить На сейчас Я никак не могу Но Руководствуясь Зарядным устройством Quick Charge 3.0 Оригинальным Или сторонним Были проведены Замеры И здесь Значительно Впереди Mi 8 Lite Хотя Не так Чтобы колоссально Отстает Redmi Note 7 Давайте посмотрим Mi 8 Lite У нас заряжается За 30 минут До 51% Это очень Хороший результат 30 минут 51% За час На 90% И на 100% За 1 час 25 минут Redmi Note 7 За 30 минут До 31% За час 58% И полностью Заряжается 1 час 55 минут Вот такие Отличия По батарее По автономности Следующее Что мы рассмотрим И здесь Отличий Можно сказать Нет Это Способы Разблокировки Разблокируются Они по сканеру Отпечатка пальцев И разблокируются Они по фронтальной Камере По сканеру Отпечатка пальцев Вообще никаких Претензий Нет Оба смартфона Разблокируются Очень быстро И безошибочно Практически Немного грязные Немного влажные Пальцы Срабатывают Вообще Никаких Претензий Нет То есть Работают Отлично Здесь вопросов Не возникает Никаких По поводу Разблокировки По лицу Хорошо Разблокируются Оба смартфона Xiaomi Благо Вообще Претензий Никаких Нет По поводу Разблокировки По лицу Или сканер Отпечатка пальцев Работают Отлично Единственный Вариант Что Смартфоны Оба смартфона Разблокируют Только по Фронтальной Камере Если в тех же Mi 8 И Покафон Там у нас Еще дополнительные Сенсоры были Инфракрасные То здесь Только по Самой Фронтальной Камере И да Смартфон Практически В полной Темноте Разблокируется Нормально И этот И этот Следующее О чем Хотелось бы Поговорить Это звучание Звучание Через внешний Динамик Что хочу сказать Оба смартфона Очень хорошо Звучат Громко Динамик Насыщенный По частотам Есть и Высокие Есть и Низкие Частоты И вы знаете На таком Динамике Приятно Послушать И музыку Ну конечно же Далеко до колонок Далеко до Чего то Более существенного Но можно Послушать и музыку Посмотреть и фильм И посмотреть Ютуб То есть И речь И музыку Он воспроизводит Нормально И этим пользоваться Можно И в целом Я не знаю Может быть Чисто мое Впечатление Может быть Так и есть Но громкость Может быть Немного Больше В Редми Ноут 7 Хотя Mi 8 Lite Тоже достаточно Громкий Смартфон Я бы сказал 5 Максимум 10% Преимущество В Редми Ноут 7 Сейчас Показывать И сравнивать Через камеру Через микрофон Камеры Хотя бы Даже Встроенный Микрофон Смысла Вообще Никакого Нет Потому что Он Не передаст Этого А когда Вы будете Смотреть Смартфон Можете Сами Включить И послушать Здесь Громкость Достаточно Если Говорить В наушниках То Не забываем Что В Xiaomi Есть Такие Вещи Когда Вы Устанавливаете Регион Ваш Там Россия Украина То Или Европейский То Громкость Может Немножечко Ограничиваться Если Включить К примеру Регион Индия Или Сингапур То Громкость Подтягивается И Оба Смартфона Звучат Опять-таки Примерно На одном Уровне Причем Запас Громкости Здесь Достаточно Хороший Ну И Последнее О чем Хотелось Бы Поговорить Это Отличие В цене Цена На данный Смартфон По крайней Мере На апрель 2019 Года Практически Идентичная В некоторых Местах Разницы Вообще Не Находишь Цена Колеблется От 180 До 220 В зависимости От того Где Вы будете Покупать Поэтому Выбирать Стоит Вам Из Выше Перечисленных Отличий Из Выше Перечисленных Характеристик Что Лучше Больше Будет Подходить Именно Под Ваши Задачи Я бы Сказал Что Redmi Note 7 Очень Ударил По Имиджу Mi 8 Lite Точнее По Продажам И В целом Mi 8 Lite Так Он Очень Сильно Перекрывает Данный Смартфон Очень Многим К примеру Батарея К примеру Та же Хайповая Камера В 48 Мегапикселей Которая В действительности Разницы Практически Никакой Не Несет Немножко Другой Внешний Вид Вот Такие Нюансы Причем Цена Характеристики У них Почти Идентичные Кстати По габаритам Они точно Так же Немножко Отличаются Вот Mi 8 Lite Чуть-чуть Шире Redmi Note 7 Чуть-чуть Выше Ну и Судя из вашего Опыта Из данного Обзора Из того Что вы Знаете Напишите Что вам Больше Нравится Mi 8 Lite Или Redmi Note 7 И почему Может быть Старичок Mi 8 Lite Но старичок В скобках Все-таки Mi 8 Lite Значительно Лучше Чем Новый Рекламированный Собравший Много Хайпа Redmi Note 7 И напишите Не просто Что вам Какой-то Смартфон Нравится А скажите Из-за чего В чем Причина Того Что Например Mi 8 Lite Будет интереснее Чем Redmi Note 7 Или же наоборот По данному Видеоролику У меня В принципе Все Ссылки На вот эти Вот смартфоны Вы найдете В описании Под этим Роликом Всем Кому Данное Видео Чем-то Понравилось Или было Полезным Ставьте Лайки Подписывайтесь На наш канал На наши Соцсети Не забывайте В моем Втором Канале Там Выходит Очень Много Интересных Видеороликов Сравнений Обзоров Тестов Делитесь Этим Видео С друзьями Знакомыми Близкими Ведь Те Кто Выбирает Смартфон В районе 200 Долларов Это Видео Будет Полезным Ну и Тем Более Если Они Хотят Определиться Между Вот этими Двумя Моделями Смартфоном Ну и Всем Спасибо За Просмотр Всем Пока До новых Встреч